Привет, друзья! Рад видеть вас у себя на канале о здоровье, тренировках и жизни. Сегодня я предлагаю продолжить тему продуктов пчеловодства и сегодня остановиться на перге. Я уже рассказал в предыдущих видео вам о... Мне один рассказал о пчелиной пыльце, чем это отличие, чем можно оздоравливаться, что можно... какие улучшения могут в организме происходить, какие болезни можно лечить, как это работает, какой состав. Я все рассказал в тех видео. Посмотрите, чтобы понимать лучше то, о чем я буду говорить в этом видео. Потому что я не буду повторяться, буду говорить только про отличия. Поэтому обязательно посмотрите еще те предыдущие видео. Итак, в этом видео вы узнаете, чем отличается перга, например, от пчелиной пыльцы. Есть ли какое-то отличие вообще, как применять пчелиную пыльцу, что оздоравливает, для чего вообще нужно использовать, в каких количествах, когда. Все узнаете. Самая свежая научная информация, которую человечество знает об этом продукте, вы узнаете в этом видео. И в целом, когда вы посмотрите весь материал, вы будете понимать гораздо лучше, что такое продукты пчеловодства и как ими можно оздоравливаться. Убедись, что ты подписан на канал, поставил лайк или дизлайк этому видео, но мы продолжаем. Пчелиная перга также называется пчелиным хлебом, потому что это действительно, это просто хлеб, который максимально хорошо подходит пчелам. Для питания пчел, для питания человека так же самое это все подходит. Очень мощный продукт, который помогает оздоровить ваш организм, который отодвигает вашу старость как можно дальше, который реально оздоравливает и влияет на клеточном уровне на омоложение вашего организма, улучшает работу мозга, помогает гипертоникам, помогает тем, какой есть диабет, борется с раком, борется с возникновением возможного рака. Из-за того, что у него очень сложный состав у перги, такой же сложный состав у пчелиной пыльцы. Но в чем же все-таки отличие от пчелиной пыльцы? Чем отличается перга? Перга отличается тем, что когда пчела забирает пчелиную пыльцу, она берет пчелиную пыльцу, приносит в соты у себя на лапках, и потом она забивает их в соты. В соты она уже обрабатывает, своей собственной слюной обрабатывает эту пчелиную пыльцу, добавляет в него мед, добавляет свои пищеварительные ферменты с помощью слюны. Все это получается как бочонки по форме вот этих сот как раз. И вот во время хранения в этих сотах перги происходит ферментирование молочной кислоты, и пчелина перга приобретает свои ценные свойства. Она очень долго может храниться, и это как сгусток энергии, который получает пчела. Около 20% это аминокислоты, это белки, которые очень-очень полезны, конечно, спортсменам. Это помогает наращивать мускулы, и это как сильнейший анаболик, который также повышает в крови количество инсулиноподобного фактора роста, способствует лучшим результатам в спорте, и это просто мощный анаболик. Во время преобразования пчелинной пыльцы в пергу, во время этого преобразования, в ней увеличивается количество жирных кислот, то есть увеличивается количество кислотности. Тем самым идет уменьшение, например, по сравнению с пчелиной пыльцой, уменьшение количества витаминов и аскорбиновой кислоты. То есть это более питательный продукт для пчел, это более насыщен жирами, которые вот и делают такую форму бочонка, то есть оно как склеенное, как будто вот этим всем. И он мощнее действует, чем пчелиная пыльца. То есть все те полезные свойства, которые есть у пчелиного пыльцы и у меда, уже есть в перге, все полностью. То есть поэтому все то, что я говорил в предыдущих видео, это все есть в этом. Я не буду повторяться в этом видео, да? Но в чем же все-таки отличие? Содержание белка, как я сказал, в перге где-то 20%. 24-35% содержание углеводов. Около 3% в перге это липиды и столько же 3% это минералы. И около 25 минералов содержится в пчелиной пыльце. Все необходимые, незаменимые организму аминокислоты, которые организм не может синтезировать самостоятельно, находятся в пчелиной перге. То есть в чем же отличие? Отличие в пчелиной пыльце в том, что в перге этого всего больше. Больше минералов, больше белков, она просто мощнее. Это как будто бы концентрат, да, вот этого питательной ценности. Очень высокая питательная ценность как для человека, так и для пчел. Но если пчелке нужно минимальное количество, просто там очень мало, да, то человеку, например, уже нужна чайная ложка в день, да, или там пол чайной ложки, или одна чайная ложка в день. Много его употреблять нельзя. В челиной перге, так же, как и в пыльце, находятся полифенолы и флавоноиды. Это очень мощнейшие антиоксиданты, которые помогают бороться с свободными радикалами и тормозят ваше старение вашего организма. Вы дольше будете молодой и активной. Улучшают мозговые криобращения, лучше, лучше работает память, работает мозг. Если вы, допустим, применяете это на, в каком-то возрасте, таком почтенном уже, да, то у вас лучше просто работает голова. Тем самым вы более счастливый человек, если вы используете это. Продлеваете свою молодость, ну что вам еще нужно? Используйте это. То есть все то же самое, что есть в челиной пыльце, есть в перге, только еще более мощно. Так же самое вы должны понимать, что если там всего так много, то вы должны, значит, понимать, что не нужно слишком много этого использовать. Полифенолы и флавоноиды, они помогают, укрепляют сердечно-сосудистую систему. Но так же самое, как и пчелиная пыльца, оно разжижает кровь, уменьшает количество тромбоцита в вашем организме. Это означает, что если у вас есть какие-то склонности к кровоизлияниям, если вы находитесь на препаратах, которые разжижают кровь, вы должны знать, что пчелиная пыльца и перга разжижают кровь. Тем самым это может увеличить риск возникновения кровотечений. Если вы ожидаете какую-то операцию, вы должны прекратить прием таких продуктов. Ни мед, ни перга, ни пчелиная пыльца вам должны быть запрещены до операции. Пчелиная пыльца и перга, так же самое, они имеют очень мощный противовоспалительный эффект, очень мощный антибактериальный эффект и очень мощный, сильный антиоксидант, просто супер антиоксидант. И вот этот сложный состав, вот эти эфиры, которые содержатся, они очень хорошо еще работают на тех людях, у кого есть бронхиальная астма. Очень хорошо происходит улучшение вот этих тканей, которые легких, которые могут быть повреждены в случае бронхиальной астмы. Это улучшает состояние у людей, у кого есть астма, у кого есть диабет, у кого есть склонность к каким-то проблемам, например, болезнь Паркинсона, болезнь Альцгеймера. Вот эти все болезни – это первое показание для применения пчелиной пыльцы или перги. Перга, как и пчелиная пыльца, очень хорошо работает на мужское здоровье, на здоровье простаты. Оно помогает бороться хроническим простатитом, уменьшает воспаление в области простаты. То есть клетки не разрастаются, не увеличиваются, простата не набухает. И если уже это есть, то это уменьшается. Это доказано научно. Вся информация, которую я даю в этом видео, это научно доказано за последние примерно 50 лет исследования, которые я промониторил. Все необходимые статьи и ссылки я вам вставлю под этим видео, вы можете почитать. То есть реально, если вы будете использовать пчелиную пыльцу и пергу в течение всей жизни, скорее всего, до самой старости глубоко вы сохраните свое мужское здоровье, мужскую силу. Тем самым, я думаю, вы порадуете свою жену до глубокой старости. Друзья, в заключение этого видео я хочу поговорить, еще раз проговорить вам, то, чтобы вы знали моменты безопасности при применении перги и пчелиной пыльцы, как я уже сказал. Во-первых, дозы. Вы должны понимать, что не нужно использовать очень много. Доза пчелиной пыльцы, чайная ложка, перги тоже чайная ложка в день. Это может быть не сгорка чайная ложка. Если, допустим, вы считаете по вот этим бочоночкам, то это может быть 5-7-8 бочоночков, вот этих маленьких. Обычно это чайная ложка без горки. Чайная ложка без горки, перги, один раз в день, утром, натощак. Вы разжевываете со слюной, вы растворяете во рту. Все нужно, чтобы пропитать свою собственность слюной. В процессе этого уже происходит пищеварение, ферментирование вашей слюной, и вы усваиваете уже во рту питательные вещества. Это помогает желудку, это помогает всему пищеводу, оздоравливает. Это просто уменьшает количество всяких проблем у вас в ротовой полосе, то же самое, как и пчелиная пыльца, уменьшает, подавляет рост патогенных бактерий, там парадонтоза, например, который может быть у вас на деснах, да. Потому что у перги, у пчелиной пыльцы есть очень сильное антибактериальное действие, очень сильное, как и у меда. Вообще все продукты пчеловодства имеют сильные антибактериальные свойства. Сильный антиоксидант, в первую очередь, и сильные антибактериальные свойства. То есть немного утром вы поглотили этой перги, ничем не запивайте. В ближайшие 10-15 минут не надо никакой воды. Кушайте, допустим, обычную свою еду, там уже через минут 30, да. Пейте воду через 10-15 минут, можно даже еще позже. И это должна быть теплая вода, которую вы будете запивать пергу. Теперь смотрите, считается, что это гипоаллергенный продукт, потому что он уже обработан, частично ферментированно. А перга еще более ферментирована слюной, да, пчелы. Вы должны понимать, что продукт считается гипоаллергенным. То есть он не вызывает аллергию, если, допустим, у вас есть аллергия на мед. Но может вызывать сильнейшую аллергию, если у вас есть аллергия на какую-то пыльцу. Поэтому сначала показан тест. Как я уже сказал в видео про пчелиную пыльцу. Вы должны взять, допустим, если это мы говорим про пергу, взять ее кусочек, ножом отрезать, маленький кусочек перги. Положить себе на губу изнутри, на слизистой губы. Если же хоть какое-то покраснение или набухание ткани идет, вам нельзя использовать этот продукт. Потому что вы можете заработать реально анафилактический шок от аллергии. Это вас могут не спасти просто. Поэтому вы должны понимать, что она все-таки может вызывать аллергии. И были клинические случаи, которые это случалось. Поэтому, хотя он гипоаллергенный, не вызывающий аллергию продукт. Все-таки очень незначительное количество людей может вызывать очень серьезные аллергии. Поэтому очень аккуратно, пожалуйста. Сначала протестируйте, потом уже применяйте. Не показано людям, которые беременны. Не показано людям, которые кормящие. Есть некоторые источники, которые показывают, что наоборот полезно тем, кто кормит. Допустим, женщинам, которые кормят, что даже улучшают лактацию при кормлении груди. Но я не могу рекомендовать вам это видео. Но попробуйте изучить самостоятельно этот вопрос, если хотите на себе экспериментировать. Все же не рекомендовано ни кормящим, ни беременным женщинам. Потому что может возникнуть, например, риски даже аллергии, наоборот, у вашего ребенка. После рождения, да? Хотя так же само может быть, наоборот, отсутствие аллергии. То есть оно может как и лечить аллергию, так и вызвать аллергию. Из-за этого сложного действия, из-за того, что перга и пчелиная пыльца, она очень разная по составу. В разных странах, в разных регионах. В одной стране она может быть очень сильно отличаться. И в ней могут всевозможные быть загрязнения, если она, допустим, собиралась не там, где нужно. Кстати, одно из моментов вы должны покупать только у проверенных людей, и желательно у одних и тех же людей. Я не рекомендую покупать заводскую, сделанную на заводах в пергу или пчелиную пыльцу. Если она вообще продается в аптеках, но пчелиная пыльца точно продается. Я рекомендую покупать ее у своих проверенных людей, участников. Когда это все собиралось естественным путем, а не заводскими, какими-то масштабными, промышленными способами. Это самый лучший способ подстраховаться, чтобы она была максимально здорова для вас. Познакомьтесь с этим пчеловодом, узнайте его, подружитесь с ним. Это очень важный фактор. Пчелиная перга может быть заражена грибковыми митотоксинами. И это же самое всевозможными тяжелыми металлами, всевозможными примесями загрязнения, как я уже сказал. То есть она может содержать вот эти все неприятные моменты, особенно грибки. И нужно это тоже учитывать, если есть какие-то, допустим, на них тоже может быть какая-то аллергия проявиться. Как долго можно использовать пергу? Так же самое, как и любой продукт, мед или пчелиная пыльца, не более одного месяца. Может даже пергу еще меньше, может даже две недели где-то. От двух недель до месяца. Ну, я на себе проверял. В течение 10 лет примерно я использую эти продукты уже. Я использую по одному месяцу любой из этих продуктов. Пергу довольно сложно достать. Поэтому ее не получается часто все равно использовать. Я ее использую там несколько раз в году всего. Это очень мощное средство, очень мощное. Реально на нем чувствуешь себя прям по-другому. То есть прям чувствуется, вот если, допустим, я тренируюсь активно, да, можете посмотреть на канале, да, то это прям чувствуется в результатах. Ты просто становишься мощнее. Это реально как анаболик какой-то. Хотя всего лишь чайная ложечка в день, утром. Но вы должны понимать, что не нужно часто использовать. Один месяц перга, следующий месяц у вас мед. Обычно чередуйте с медом. Если, допустим, сейчас перга, то следующий месяц всегда мед. А потом, следующий месяц у вас может быть уже пчелиная пыльца. Потом, например, опять мед, а потом опять перга. То есть всегда вставляйте мед. Не нужно, например, пчелиную пыльцу в месяц, а потом месяц в пергу. Между ними вставляйте месяц меда. Потому что мед не настолько сильно активное вещество, как перга или пчелиная пыльца. То есть если поставить по шкале, то сначала идет мед, потом пчелиная пыльца, потом перга. Оно как по нарастающей. И в них очень похожие свойства, да? Ну, допустим, если мед – это больше углеводы, то пчелиная пыльца и перга – это больше белки, это больше аминокислоты, в которых там полностью необходимый состав. Также еще нужно сказать, что очень важно и пчелиная пыльца, и перга. Она может очень сильно нагрузить ваши почки, прям очень сильно. Были доказаны клинические случаи, подтвержденные, что человек попал в больницу с серьезным осложнением почек, вплоть практически до отказа почки. Когда начали выяснять, что такое, что как так получилось, почему проблемы с почками, выяснилось, что он сидел очень долго на пчелиной пыльце и очень в больших дозах. То есть он использовал пчелиную пыльцу, я вам скажу, то же самое может быть, если вы будете сидеть на перге, и это настолько нагрузило почки, что он попал в больницу. Поэтому не нужно, если вы используете пергу или пчелиную пыльцу, очень долго на ней находиться, больше месяца не рекомендовано. Также, если вы пьете пчелиную пыльцу, используете ли пергу, вы должны пить очень много воды. Это минимум 30 грамм на каждый килограмм вашего веса, это минимум. Большое количество воды нужно, чтобы хорошо работали почки, чтобы все хорошо это вымывалось, промывалось, чтобы почки получали достаточно влаги. И это помогает вот как раз таки бороться, как профилактика вот этих проблем с почками. Поэтому нельзя сидеть на каком-то сухом режиме, если вы используете пчелиную пыльцу или пергу. Поэтому не рекомендовано особенно использовать, допустим, пергу мощную в то время, когда у вас есть обезвоженный в организме. Или вы в каких-то жарких условиях, или вы работаете где-то, где вы мощьем много потеете. Потому что это все будет усугублять влияние на ваши почки. Друзья, я постараюсь продолжить эту тему, потому что есть еще интересная информация, например, про прополис, про пчелиный воск. И очень сильно отличается от того, что я рассказывал в предыдущих видео. Если, допустим, мед, пчелиная пыльца или перга, это похожие продукты по своему действию. Я рекомендую посмотреть вам эти три видео, чтобы понимать, как это работает лучше. Потому что вам может показаться, что я дал мало какой-то информации вам именно о полезных свойствах, как это работает, что именно. Но я довольно много все равно повторился в этом видео. Но я не повторял прям все, потому что не хочу занимать ваше время. Посмотрите просто еще те видео, которые я вам говорил. У вас сложится более полная картина, и вы будете разбираться гораздо лучше многих вокруг вас про эти продукты. Используйте в своем рационе. Я вам очень сильно рекомендую ее использовать. То есть, если у вас нет аллергии, это, наверное, я бы сказал, продукт номер один вообще в вашем рационе по оздоровлению. Вот реально продукт номер один. Это тот продукт, который я посоветовал бы, допустим, если бы мне сказали, посоветуйте один продукт, допустим, да, вот какому-то там человеку для оздоровления. Это будет, этот продукт будет пчелиная пыльца или перга, или мед. Что-то из этого. Вот какой-то продукт один из пчеловозов. Поэтому очень полезно, используйте и ждите мои новые видео. Спасибо, что посмотрели этот видос. До встречи в новом видосе.